И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всем-всем-всем привет! Вы на канале Турецкие Байки, меня зовут Оля. Сегодня мы будем разбирать давно обещанную тему, которая поможет вам лучше понимать других людей, лучше разбираться в личности других людей, просто зная их профессию. Мы поговорим о некоторых профессиональных деформациях личности. Начать эту тему я бы хотела с очень емкой цитаты Фридриха Ницше. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит на тебя. Если задуматься в этом очень глубокий смысл, когда ты долго с чем-то борешься, ты сам становишься таким же. Если ты долго находишься в какой-то определенной среде, то ты сам становишься таким же. Почему? Да потому что иначе не выжить в этой среде, не словив невроз, выгорание и другие неприятные эмоциональные факторы данной профессии. Если мы встречаем нового человека, если быть достаточно внимательным, то вы безошибочно угадаете в нем учителя, военного, чиновника, полицейского, представителя криминала, скажем так, ну какого-нибудь там, скажем, блатного, бизнесмена, в конце концов. На этом основаны, например, те самые шаблоны, которые используют комики, когда разыгрывают те или иные сценки, то есть определенные фразочки, шаблоны общения, манеры поведения и так далее. Изучают профессиональную деформацию также актеры, чтобы более правдоподобно сыграть ту или иную роль. Зачем нужно знать о профессиональной деформации психологам? Да просто, чтобы лучше понять человека, потому что то, как поступит, например, учитель в данной ситуации, совсем не то, как поступит в данной ситуации, скажем, бизнесмен или тот же блатной. Профессиональная деформация личности – это, в общем-то, дезориентация личности на самом деле. Когда многие вещи для личности упрощаются, и под каждую определенную ситуацию возникает свой тип поведения, свой тип реакции. Формируется деформация личности, естественно, не только под влиянием внешних факторов, с которыми личность сталкивается каждый день, ну, например, давление на работе там, а и внутренние установки, когда происходит тот самый диссонанс, несоответствие своих собственных убеждений и того, что возникает в реальной жизни, так называемое несоответствие ожидания реальности. Я уверяю вас, это явление присутствует вообще во всех профессиональных кругах в любой деятельности человека. При длительном нахождении внутри определенной профессии, ну, невозможно избежать этой самой деформации, иначе ты не станешь профессионалом. Поэтому, когда у меня формировалась медицинская, так сказать, врачебная деформация личности, я не особо сопротивлялась, но, естественно, оставляла некоторые границы. Деформация личности хороша, но до определенного момента, пока она не становится асоциальной, то есть мешающей жить. Но, на самом деле, она полезна, потому что помогает выживать в той или иной профессии. Вообще, термин в русскоязычную литературу, тот самый, профессиональная деформация личности, ввел Петерим Сорокин в 1921 году. И так как я вижу канал в основном о Турции, да-да, флаг все еще здесь висит, то я не могу не заикнуться, как дела обстоят в Турции. Я такая вот счастлива, я могу это наблюдать. Деформации личности одинаковые, вне зависимости от страны. То есть, учителя одинаково деформируются, вот, одинаковые черты характера проявляют, что в России там, что в Турции. Айтишники одинаково деформируются по всему миру. Их видно. Здесь, в Турции, это очень распространено, ну, как бы так сказать, на интуитивном уровне выяснять деформации личности у человека. Они часто и бесцеремонно спрашивают у тебя, кем ты работаешь, кем работает у тебя муж, кто еще у тебя кем в семье работает. Потому что, если ты домохозяйка, это не то же самое, что ты, например, доктор Ханым. То есть, сразу появляется уважение и все такое прочее, и совсем другое отношение. Если ты, вот, например, доктор, там, или кто еще там, уважаемый бизнесмен, то тебе прощается очень многое то, что не прощается, в общем-то, обыкновенному смертному. И, как я заметила, именно в Турции у многих есть, как бы, такие вот схемы поведения, общения с врачами, с учителями, с полицейскими теми же. То есть, если вот полицейские, то уважительное такое, лебезящее отношение. Когда у нас отключали электричество в Уиду-Кенте, к нам приезжал мэр. Вот это меня вообще поразило, та степень уважения по отношению вот к человеку вышестоящему. Речь каждого обращающегося, несмотря на то, что здесь огромные были проблемы, начиналось с того, что мы вас благодарим за то, что вы, в принципе, существуете на этом свете и так далее. То есть, степень уважения человека, который добился всего и стал, ну, мэром, так скажем, города. И заметила степень неуважения со стороны властей. То есть, тоже произошла деформация личности. Деформация личности власти на уровне «улыбайся всем», показывай свои венеры всем, говори, что всё-всё наладится, всё-всё будет хорошо, только голосуйте за меня в следующих выборах. То есть, это очень сильно заметно, и если ты смотришь именно со стороны, как третье лицо на это всё, очень интересно. Итак, я перейду к отдельным профессиям. Друзья мои, я не могу обозначить все профессии. Видео будет длинное, сразу говорю. То, что обычно в литературе называют много букв. Но я знаю, что многие из вас включают это видео фоном, когда вы занимаетесь своими делами. И, в общем-то, я вас развлекаю. Но сегодня мы будем не только развлекаться, а немножко и поучимся. Итак, начну я с любимых наших учителей. Да, весьма уважаемая профессия. Но когда человек проводит энное количество лет в этой профессии, то, как говорят врачи, учитель – это диагноз. Уж простите меня, дорогие мои учители. В деформации личности появляется некоторая авторитарность суждений, категоричность. То есть, даже если это учитель начальных классов, то он искренне думает, что знает всё везде и может найти любое знание на земле. Конкретно вот как я с этим сталкивалась, когда к тебе на приём, например, приходит учитель и начинает тебе диктовать вообще, чем её лечить, что она там вычитала в интернете и так далее. Человек не всегда может правильно найти информацию в интернете, но так как она учитель, она считает, что именно так нужно вести поиск информации, а если уж она нашла, то это беспрекословная правда, то кто вообще этот врач такая? Она знает лучше. И если она не назначила лекарства именно те, которые заказаны, то это плохой врач. Очень часто учителя ведут себя не только в сфере медицины, так и вообще в любой области. Далее, что есть у учителей? Это разделение на категории без учитывания личности человека, то есть разделение на пятёрочников и двоечников. Искренне иногда прогнозируют, да что из тебя выйдет вообще? То есть ученикам своим заранее говорят, что ты никчёмный человек, то есть насаживают комплексы неполноценности. Ты двоечник, я таких видела уже, и из тебя никогда не получится никакой человек. Ты будешь там почтальоном, хотя вообще-то это уважаемая профессия, или там дворником, даже не пытайся. То есть когда происходит вот такая деформация личности, учитель становится, в общем-то, опасен для детей. Следующее, что есть в такой вот деформации, покровительственное отношение. Ты там сегодня хороший был, я тебе завышу оценку, а вот ты всегда плохой, ты меня не слушаешься, я тебе занижу. То есть манипулирование некоторое. Следующее, что есть, это педагогическая агрессия, так скажем. Если вдруг человек, даже вот в её собственной семье, тому учителя не подчиняется, то это всё, это полный конец света, потому что учителя требуют беспрекословного подчинения, потому что они знают всё лучше всех. И вот эта вот самая авторитарность из классов переносится в жизнь. И последнее, что я назову, самое ужасное, что существует в профессиональной деформации учителей, это социальное лицемерие. Сейчас объясню, что это такое. То есть человек ханжа, он знает, как материться, он знает, как делать там нехорошее, он знает, как врать, он не совсем патриот, но на людях он открыто порицает таких же людей. Что ещё? Особенно с грамматическими ошибками. Я видела множество учителей, которые сами совершают ошибки, но при этом ханжества выискивают ошибки в других, и надо непременно дыхнуть носом. Исправляют ошибки вне школы, то есть не могут уйти из своей профессии, всё время им нужно искать ошибки. Чуть ли не брать с собой красную ручку, их подчёркивать, и ставить оценки. Оценивать. Да, учителя любят оценивать. И последнее, что я замечаю в таких людях, это дичайший консерватизм. То есть я годами так преподавала, по старым учебникам, там советских учителей нет и не будет больше, но другое поколение будет, времена меняются, нет и всё, понимаете? Так что даже не обижайтесь, но это деформация личности. С одной стороны, она хороша тем, что помогает выжить в сложной школьной среде, в студенческой среде, когда молодые люди не самые уважительные, так скажем, создания, когда нужно, в общем-то, даже агрессии делать себе авторитет. Но иногда это дело переносится в реальную жизнь, ко взрослым людям, давно закончившим школу, и это всё неуместно. Следующее. Полиция, милиция, родная наша. Расскажу. Какая профессиональная деформация? С кем обычно работают полицейские? Ну, со всяким быдлом, давайте называть вещи своими именами. Когда ты каждый день сталкиваешься с быдлом, то тебе кажется, что и весь мир такой. Ты подозреваешь вот это вот быдло в любом человеке, как только ты сталкиваешься. И особенно, если человек хоть малейшим образом тебе это доказывает. Поэтому у полицейских и милиции основная деформация идёт в сторону цинизма, предупреждения, что все люди вообще-то плохие, у всех есть скелеты в шкафу, и недоверие к любому человеку. Но есть и хорошие моменты. Если уж ты братан, то ты братан. То есть товарищеский дух, работа в команде, ты знаешь, кому можно доверять, а весь остальное мы против нас. Так же, как и учителей, добавляется высокий уровень авторитаризма, консерватизма и предвзятости суждений. Есть какое-то вот такое предубеждение, что вот мы есть, а вот все остальные. И мы против всех. Очень часто можно видеть от полицейских, даже вот в тех же сериалах, как актёры играют, жаргонные словечки, которые они набираются от криминалитета, агрессивность, уловки, враньё, и даже некоторые манеры поведения. Про криминальных элементов я не буду рассказывать. Ну, это обычно сильно видно, когда человек общается с асоциальными элементами, то есть манеры поведения, там, словечки, жаргон, блатные песни и так далее. Иногда асоциальные вот эти элементы настолько выражены, что человек даже их не замечает. Даже если на него оборачиваются, цикают, шикают и так далее. Он, наоборот, будет агрессивен и отстаивает своё. Ещё что есть у полицейских, это пренебрежительное отношение к человеку. Унижение чужого достоинства путём давления, чтобы выведать правду. Да запросто. Ну и что этого такого? Этого же требовало правосудие. Есть некоторая утрата, как у врачей, к человеческому гору. То есть, кого-то убили, у кого-то что-то украли, человек рыдает, изнасиловали. Ну, чё, бывает, ну чё, я каждый день такое вижу. Не переживай, всё пройдёт. Или по типу «да ладно тебе, могло быть ещё и хуже». Эмпатия достаточно сильно притупляется, к сожалению, у полиции и милиции, иначе не выжить в этой среде. Но, с другой стороны, часто в полицию и милицию идут такие вот, в общем-то, люди, лишённые эмпатии. Они принципиально туда идут, потому что они там будут в своей среде. Далее. Большие начальники. Немножко расскажу. Когда под тобой много человек, так скажем, ты отвечаешь за большую компанию, там, за большой коллектив, то вот это вот, ну, мнимое на самом деле чувство власти им упиваются. И возникает вот это вот желание подавлять волю, делать так, как тебе нужно. Ты считаешь, что именно так, как ты делаешь, только правильно, а по-другому никак нельзя делать. Достоинства другого человека, его не существует, если он не согласен с тобой. Нужно подавлять его волю и достоинства. Крупные начальники тоже лишены эмпатии. Они чаще всего нетерпимы к чужому мнению, даже пусть правильному. Они видят конкурентов в таких людях. Ну, знаете, как Пётр Первый говорил, подчинённые должны иметь вид турашливые и чугадаковаты, дабы разумением своим не смущать начальство. Вот именно смущение начальства может быть, когда у него уже профессиональная деформация произошла, не любят шибко умных. Очень любят лебезение перед ними, чинопоклонничество, угодничество, комплименты. Далее о ком я расскажу. Военные. Я бы хотела короткое мнение одной женщины из интернета зачитать. Мой отец военный. Очень тяжёлый на характер человек. Заносчивый, грубый, раздражительный, постоянно манипулирующий и давящий на других своим интеллектуальным превосходством в агрессивной форме. В общем, все методы он переносил в семейный уклад. Никогда не чувствовал себя дома защищённой и безопасной. Вот я встречаю мужчину, он совершенно иной человек. Вроде как спокойный, ласковый, но однажды заметила в его интонации давящий слух офицерские нотки. И кем он оказывается? Правильно, военным. То есть военные имеют такое свойство всё делать по уставу. Когда ещё молодые солдаты приходят в армию, там как обычно объясняется, тебе не надо думать, на всё есть устав. Если что-то не по уставу, то на всё есть высший офицер. У него большая голова, вот он и думает, а ты исполняешь. В уставе никогда нет понятия думать. Если каждый солдат начнёт думать и делать только то, что он надумал, то никакой армии не получится. Должна быть строгая вертикаль власти. Безусловное подчинение, иначе не получится армия. Поэтому, кто долго задерживается в армии, у них и в жизнь переносится вот это вот так держать. Дежурные фразы. Эмоциональная тупость. То есть не ждите от этого человека каких-то волшебных романтических возлияний, только по уставу. Если это праздник, то да, так положено. А если это не праздник, то так не положено. Не по уставу. Далее, что переносится из армии даже в реальную жизнь? Дотошность. То есть всё должно быть по струночке. Когда-то они заправляли постели по натянутой ниточке, чистили кафель зубной щёткой. Теперь он может такой человек и ребёнка заставить, в общем-то, 3 часа стоять в углу на гаупт-вахте, так скажем. Или придумать ещё пожёстче наказание. Дотошность, перфекционизм, излишняя дисциплина. Да, дисциплина – это всё. И тоталитаризм. Вертикаль власти. То есть самое главное обычно в семье – это муж, потом жена, потом дети. Никак иначе всё как в армии. Следующее, о ком я расскажу, это психологи, психотерапевты. Сейчас с этим немножко сложно, потому что, ну, именно в России каждый, любой желающий, может назваться психологом, и никто ему это не запретит. В интернете вы можете встретить кучу курсов, когда за 60 часов, там за 120 часов, вы получите какую-нибудь бумажку, где будет написано, что Маша Глаша является психологом. Когда я училась в медакадемии, то параллельно с нами учился настоящий курс. Клинпсихи, клинические психологи. Вот они так же, как и мы, обыкновенные врачи, пахали 6 лет, а потом ещё ординатуру и интернатуру. Вот они настоящие, с настоящими дипломами. А всё остальное, ну, будьте, друзья мои, внимательны. Потому что я считаю, чтобы изучить настоящее поведение человека, нужно знать действия медиаторов, нужно знать действия гормонов на человека, нервную систему знать, формирование головного мозга и так далее. Настоящие клинические психологи – это всё изучают. Поэтому именно с таким подходом сейчас психологам настоящим достаточно сложно. Я напоминаю, что я не психолог, я бывший врач. Но те, кто хотят моего мнения, обычно ко мне обращаются. Психологи тоже выгорают, тоже проходят профессиональную деформацию. С этим и даже ещё сложнее, потому что они чаще всего отрицают всё это. У психологов как проявляется профессиональная деформация? Это пренебрежительное такое, ну, сказать, нигилистическое отношение к пациентам. То есть, да мне бы твои проблемы, нашёл ты с чем прийти сюда. Цинизм и нигилизм. То есть, ничто – это всё. Иногда нас смехаются над своими, в общем-то, пациентами. Раздражительность. Когда ты 3 часа объясняешь одно и то же пациенту, а он всё ещё не понял и говорит там тебе о каких-то страданиях. Ты же ему вроде объяснил, что это всё неправильно и так не должно быть в жизни. А он всё равно почему-то страдает. Раздражение, конечно же, приходит. И в связи с этим, так как постоянно работаешь с людьми, приходит мизантропия. Чаще всего, как я вижу, когда психологи выгорают, когда они ненавидеть начинают всех людей за их глупость. Прямо как в том анекдоте. И психологу всегда нужен свой собственный психолог. Ещё что встречается у психологов – авторитаризм тот самый, когда они, зная все вот эти приёмы, зная, как формируются, в общем-то, мыслительные процессы, считают, что они искренне могут повлиять на всё. А ни один человек во всём мире не может повлиять на всё. Всегда есть какие-то скрытые причины, которые мы не видим, которые могут изменить всё. Так что, если произошло событие А, совсем не обязательно, что произойдёт событие Б. Может всё резко поменяться. Ещё что видно в психологической деформации психологов. Они думают, что их мнение самое-самое правильное. В общем-то, не выгоревший нормальный психолог всегда знает, что куча есть мнений, и вот что в данной ситуации правильно, оно всегда под вопросом сильно. Есть ситуации, конечно же, которые вот, ну, стопроцентные, например, что нужно уходить от абьюзера, что не давать себя в обиду, там особенно газлайтерам всяким. Но иногда спорные ситуации, и, в общем-то, психолог давит на то, что его мнение самое правильное, и не хочет выслушать мнение пациента. Следующая профессия, о которой я хотела бы сказать, это айтишники, программисты. У меня уже была, по-моему, одна или две истории анонимных про айтишников, и некоторый народ до сих пор не понимает, что это люди другого сорта. У айтишников очень сильно математизированный склад ума. Они везде выстраивают алгоритмы. Ищут ошибки именно в поисках в компьютерной игре или в коде где-то, именно ошибок, чтобы их исправить. Вы не можете прийти к айтишнику и просто поплакаться в жилетку, чтобы он вас выслужил, и вам стало легче. Айтишник непременно будет искать ваши ошибки, вам на них указывать и даже говорить выходы, как из них выйти. Например, там у меня пришел большой счет по электричеству, я не знаю, как платить. Он вам скажет, меньше тратить электричество, тогда у тебя не будет приходить большой счет за свет или что-нибудь в этом духе, понимаете? Далее, какая деформация происходит? Это гиперконцентрация. Айтишник, когда он пишет код программы, нужно четко сконцентрироваться, чтобы не пропустить запятую, или слэш какой-нибудь, или какие-нибудь двоеточие, или скобки, или что-нибудь в этом духе. Для этого обычно нужно отключиться от внешнего мира. Помогают наушники, чтобы полностью никого не слышать. Выключаются все таймеры, выключается любое время, концентрация и запись программы. Вы не можете просто подойти и позвать его там на обед или что-то. Он будет раздражен, что вы его выдергиваете, а он уже там где-то что-то писал, и сейчас он сбился с мысли, и все. Это будут постоянные проблемы. Айтишники все время все забывают, потому что они просто не следят за временем. Время для них останавливается в те моменты, когда они пишут какой-то код, какую-то программу. Они выглядят для других людей очень замороченными, замкнутыми, короче, все погруженные в себя, но им на это все наплевать. Не всегда айтишника легко вывести из дома, они домоседы, они все погруженные во внутренние коды, там образы, что-то еще. Даже где-то выкуляя на пляже, он вдруг бац, да меня доперло, надо срочно записать, где мой телефон, где мой компьютер. Если женщина встречается с айтишником, то это, конечно же, испытание, потому что очень низкая социализация у них. Они все могут заказать через интернет, по доставке, им вообще иногда кажется, зачем вообще в принципе выходить из дома, если можно не тратить время на всякое пустое и все сделать из дома. У них очень часто, очень упрощены причинно-следственные связи, не так, как у психотерапевта, вот там куча причин, чтобы повлиять там на какое-то событие. У них все, событие А, событие Б, событие С, все. И если что-то произошло, то это ожидалось, или нужно просто найти причину. И еще какую деформацию я часто вижу у айтишников. Вот если простые люди любят хвастаться там красивой мебелью, там чем еще, техникой и так далее, то айтишники, они любят хвастаться в своих узких кругах какими-нибудь замороченными девайсами. Например, зачем ему в принципе телефон там на 50 тысяч рублей дороже, а там оказывается больше гигагерц, и экран на несколько тысяч пикселей лучше. Простому человеку и простого бы хватило, но ему нужно понтануться именно таким образом. Даже если квартира будет пустая, там будет кровать, стол стоять, зато будет самый крутой телефон, самый крутой компьютер и так далее. Что в Турции, что в России, айтишники не особо отличаются, честно. Далее, о ком я еще не рассказала, о врачах, ну конечно же, о врачах. Врачи искренне считают этакими докторами-хаусами, у которых нет ничего святое, циники с черным чувством юмора. И да, когда вы долго-долго в профессии, вы очень часто именно такими и становитесь. Почему? Потому что вы очень много работаете с людьми, ждете от них подвоха постоянного. Ну, на доктора-хауса, конечно, не надо сильно ссылаться, потому что он еще немножко психопат-то был, без эмпатии и вообще, по-моему, с самого начала. А вот у врачей происходит своеобразный защитный механизм, срабатывает профессиональная деформация, иначе просто в этой профессии не выжить. Врачи не так остро чувствуют чужие страдания, потому что они часто каждый день их видят. Если ты все это дело будешь через себя пропускать, то ты, естественно, загнешься. Ты просто эмоционально выгоришь, и тебе больше не будет хватать сил эмоциональных даже на свою семью. Поэтому есть узкий круг, за который мы, врачи, очень так вот нежно переживаем, а другие страдания это просто жизнь. Сдержанность эмоций и, естественно, цинизм. Когда к тебе несколько раз приходят люди, ну, сами дико виноватые в том, что у них испортилось здоровье, естественно, хочется сказать, ну, поезд на батька пить боржоми, когда печень отказала. А ведь люди именно так и делают. В самый последний момент пытаются ухватиться за соломинку, пытаются заняться там своим здоровьем, здоровым образом жизни. Часто это оборачивается какими-нибудь зошами и малаховами. Поэтому, естественно, ты становишься циником, когда видишь все это. Выраженные профессиональные деформации приводят к тому, что врачи не особо сопереживают. Медицина во всем мире выстроена так, как конвейер. То есть, некоторые врачи даже не успевают посмотреть лица больных, не успевают поднять голову, в общем-то, оторваться от карточек. Люди мелькают, как живой конвейер перед ними и, естественно, ты просто пытаешься их упаковать как товар. Понимаете? Конечно же, в такой ситуации теряется и уважение к достоинству человека. Например, часто видела еще даже на практике будучи, что один пациент не успел еще выйти из кабинета, зашел уже другой, первый еще одевается, второй раздевается, то есть, конвейер живой. То, что один, например, не хочет, чтобы другой видел его раздетым, вообще не учитывается вот этого достоинства человека. Просто быстрее, быстрее, чтобы не тратить время. Далее, к людям не относятся, как к людям. Например, тоже видела, например, один доктор сдает другому своих больных в больнице и уходит в отпуск. Он говорит, вот у меня тут три желудка, четыре почки, одна стопа, там диабетическая, история там лежат, я все описал уже. Даже не по именам. Больше всего деформируются естественно те, кто встречается каждый день со страданиями и действительно с тяжелыми случаями. Это работники скорой. Именно там больше всего стрессов, выгораний, курения больше всего. Они пионеры, они стоят на передовой, потому что когда ты выезжаешь на вызов, вообще неизвестно, что там, какой корт в мешке. Может, какой-то психованный с ножом, может, бабушка помирает от инфаркта. И вот ты пытаешься всех спасти, все дальше, а они все равно, например, гибнут. Мне очень понравился фильм с Николасом Кейджем, вот забыла, как называется, тоже про скорую. Там Николас Кейдж как раз показывает выгорешего доктора. Не вспомню сейчас название, кто помнит, напишите в комментариях. Да, медики циничны. Но это вот, как сказал Достоевский, человек, такое существо, привыкает ко всему. Как и у работников в скорой, так и у соцработников. Социальная деформация это просто путь к выживанию и эмоциональному невыгоранию. Если ты не изменишься, если ты эмоционально не отупеешь, ты просто не сможешь дальше работать. Социальные работники, по сути, работают с самыми социально незащищенными словами населения, ну там, бабушками, инвалидами и так далее. И вроде как ты настраиваешься на то, чтобы помогать людям, романтика профессии, а на деле оказывается совсем по-другому. Те самые социально незащищенные свои населения, по сути, которые, ну, самые бедные, там, самые, в общем-то, обделенные, считают даже соцработника ниже себя по статусу, просто потому, что этот соцработник за ними ухаживает. Очень часто со стороны таких пациентов, клиентов, некоторое неуважение, авторитарное поведение, поэтому, чувствуя свою власть, социальный работник тоже начинает проявлять авторитаризм, тоталитаризм, некоторую грубость, агрессию и так далее. Иначе, как говорится, сядут на шею и ножки свесят. Проработав некоторое время в этой профессии, они окончательно теряют эмпатию, эмоционально отупивают или наоборот, эмоционально выгорают и уходят из этой профессии по типу я больше так не могу. Появляются грубые словечки в речи, потому что, ну как, чем меньше социальный статус, тем больше мата в речи, естественно. А если ты работаешь с такими людьми, то, конечно, как и у милиции, полиции тоже у тебя жаркончик-то появляется. Если долго социальный работник так работает в среде такой, то это все делает, конечно же, в повседневную жизнь переносится. Очень сильно выраженные и заметные обычно деформации у социальных работников. Следующее, о ком я бы хотела выразить несколько слов, это, конечно же, работники туризма. Ну как, записывая видео в Турции, не рассказать о работниках туризма. По сути, это прекрасная профессия, когда вы несете свет и радость людям. Да, но эти самые люди тоже бывают быдловатые, хамоватые, желающие большие скидки, желающие вашей бесплатной работы за бесплатно. Проработав некоторое время в туризме, замечают обычно работники такую вещь, что вне зависимости, хорошо ты сделал свою работу, плохо ли ты сделал свою работу, все равно идет конвейер. Уехали одни туристы, приехали другие. А если все одно и то же, то зачем стараться? Поэтому очень часто можно столкнуться с тем, что обман, особенно для наших русскоязычных туристов, ну, по одной простой причине, они точно знают, что вы больше не встретитесь, вы не приедете сюда же, вы же поедете один раз в Турцию, другой раз в Египет, третий раз в Доминикану. Не нацелен местный туристический работник на то, чтобы туристы возвращались в одно и то же место, но разве что большие крупные отели. Работают по принципу это туристы, это мясо, это кошельки с ушами, все стерпят, все сожрут, все выпьют. Поставляют некачественную еду, некачественные напитки. То есть я уже снимала видео, как выбирать ресторан в Турции. Кому интересно, я ссылочку в верхнем углу оставляю. Ни в коем случае никогда не нужно идти в места, рассчитанные на туристов. Там обычно отвратительная еда, рассчитанная на конвейер, рассчитанная на то, что сожрут, да ладно, бог с ними, иногда и тухлое подадут. В туризме очень часто все сделано так, что не подмажешь, не поедешь. То есть надо отдельно все заплатить. И даже если вы заплатите за все, не факт, что вам этот all-inclusive сделают. Так как туристы очень часто ни черта не понимают в ценах, то местные ну вот так деформируются, что относятся к туристам как к дебилам. То есть я тут покупаю там какую-нибудь колбасу за 10 лир, а ему продам за 100. И это будет нормально. Я покупаю там лукум нормальный там за 40 лир, а ему продам за 200. И засохший продам. Все равно он не понимает ничего в качестве лукума. И все равно он же сюда не вернется. Он этот лукум везет своим друзьям и родственникам и откроет только в другой стране. Поэтому я очень советую все пробовать перед тем, как купить. Отдельный фактор стресса, например, в Турции, это русскоязычные. Русскоязычные не подают особо чаевых. Они всегда все хотят по полной программе, все, что записано и даже не записано. То есть даже наши не хотят с нашими же отдыхать. На наших всегда жалуются, потому что мы всегда ищем где побольше, подешевле и есть волшебное слово халява. Некоторые тут даже пользуются этим, делая как бы вначале халяву, а потом за продолжение банкета, чтобы платили. И именно поэтому задумайтесь, мои дорогие, если вы относитесь к людям как быдло, например, ты тут сервис, ты меня обслуживай, то и они отзеркалят вас и точно так же будут к вам относиться. Всегда, если хочется что-то изменить, нужно начинать с себя. Ну и напоследок, о какой профессии я хочу поговорить, это о блогерах, о таких, как я. Здесь в блогерстве, в интернет-пространстве не вышивешь без деформации личности. Она у меня происходит, естественно, иногда она происходит не так, как бы мне хотелось, и я становлюсь более резкой, более агрессивной. Это все нужно для борьбы с некоторыми людьми. Некоторые люди, как выяснилось, когда я только начинала блогерство, искренне думают, что если ты себя выставила на показ где-нибудь в интернете, если ты делишься своим мнением, то ты, в принципе, должна терпеть, чтобы тебя обзывали, тебе хамили, тебе указывали выраженные прямо в форме ненависти на твои недостатки, а ты должна все это терпеть. Но начинающим блогерам я бы хотела сказать, вы не обязаны все это терпеть. В каждой соцсети, на ютубе есть полно инструментов для пресечения в общем-то хейта. Да, иногда блогеры пользуются этим излишне. Но, с другой стороны, я считаю, что каждый канал создаются под определенного человека, определенного блогера. Если даже тебя не будет любить 99% населения термого шара, то всегда остается 75 миллионов кому-то непременно понравишься. Главное найти эти самые 75 миллионов. Да, я увидела блогеров очень странных, которые не позаботятся ни о том, какая у них картинка, ни о том, какой у них звук, ни о том вообще, что они несут с экрана и у них очень много подписчиков. Иногда нарочно делают так, чтобы их хейтили. Так вот, деформация личности. Блогеры, как и врачи, как и вообще люди, которые работают с людьми, становятся эмоционально отупевшими, так скажем. Да, я тоже эмоционально отупеваю. Я уже давным-давно не переживаю насчет того, что кто мне что говорит, где мне что говорит. Ты понимаешь, что человеку там просто на том конце нечем заняться. Вот он тебе говно ляпнул, стресс свой снял и просто пошел дальше. Но наша эмоциональная тупость вот у блогеров проявляется несколько в другом. Некоторые блогеры хайпят на крови, хайпят на довольно жестоких событиях. Чтобы увеличить число просмотров, естественно, тебе нужно сделать красивую картинку, но топовую. Пишут очень страшные заголовки, типа кто-то там умер, что вся Турция сгорела, пожары не прекращаются. Чего только не пишут, друзья мои, лишь бы только вы открыли вот это самое видео. Когда произошла трагедия в Перми, топовые блогеры делали видео как небезопасно в наших школах и вставляли даже рекламу в эти видео. То есть даже на этом зарабатывали. Я помню тот самый сгоревший центр Вишни. Как на нем страшно хайпили. Обвиняя правительство, какой-то там фейковый врач скорой помощи тоже хайп на крови. Лишь бы заработать деньги. То есть ничем не гнушаются, Бога не боятся. То есть вот до такой степени эмоционально отупевают просто, чтобы люди открыли твой контент. Я молюсь Богу, чтобы я никогда такой не стала. Это очень сложно, конечно, попытаться сидеть на всех стульях, чтобы твое видео зацепило аудиторию, чтобы всем понравилось, была бурная реакция, при этом было мало дизлайков, мало хейта. Ну и заодно, чтобы видео удерживало аудиторию и зарабатывало деньги. Всегда стараешься сделать что-то лучше, что-то интересное. Некоторые блогеры, которые имеют большую аудиторию и могут формировать общественное мнение, зазвездились, мягко говоря. У них прямо как у учителей, знаете, беспрекрасовное, авторитарное должно быть подчинение их мнению, и они упиваются этим чувством власти. Итак, какие, собственно, должны быть характеристики у блогера, какая деформация должна произойти, чтобы быть успешным блогером? Прежде всего, у вас должна быть выработана стойкая толерантность на критику, на беспричинный хейт, ненависть в ваш адрес. Далее вы должны четко видеть моменты, когда вами просто пытаются воспользоваться. Обычно это все видно. Почему? Ну, потому что чем больше у тебя аудитория, тем больше ты можешь формировать общественное мнение. Если кто-то пытается просто с твоей платформы продвинуть какие-то идеи, они пойдут как будто бы от тебя. Поэтому, чтобы не испортить твою собственную репутацию, хотя бы не продвигать чужие идеи. Не позволять, например, самоутверждаться на тебе. Никогда не понимала тех блогеров, которые бросаются во все тяжкие и начинают «А вот у того блогера, а вот у этого блогера, а вот у меня». Ну, по-нормальному вообще блогеры должны заниматься своим каналом. Если ты начинаешь себя сравнивать с кем-то, выискивать что-то, то ты теряешь индивидуальность. Еще есть какие-то черты деформации блогеров. Это нарциссизм. Естественно, нас любят, многие где-то ты начинаешь сознаваться. Да, я с этим очень сильно борюсь. Я хочу остаться простой женщиной, просто турецкой женой, не какой-то там инстаграм-дивой. Вот это мне совсем притит. Но вместе с этим нарциссизмом появляется то излишняя самоуверенность у меня, то низкая самооценка. И с тем, и с другим периодически приходится бороться. Когда ты много сражаешься с хейтом, а иногда на хороших видео, которые отвечают отзеркаливаю. Завершая это видео, я хочу вспомнить еще одну категорию людей, которые ханжи, которые кричат «Нет, я не такая, я в белом пальто, я жду трамваи, и вообще все эти деформации личности не существуют, а вот у меня брат, сват, сосед, да вот не такой». Что я могу сказать? Вы ханжи, это все существует, люди пишут научные диссертации, поэтому, как это происходит, как с этим бороться. Если честно, я не думаю, что с этим надо бороться, не всегда с этим нужно бороться. Нужно бороться с этим, когда вот эти деформации личности, негативные особенно черты, переносятся в личную жизнь и влияют на ближайший социум, на семью и так далее. Вот тогда да, нужно с этим бороться, но естественно с хорошим психологом. Но если у вас не будет хотя бы минимальной деформации личности в той среде, в которой вы работаете, вы просто не сможете работать. Они необходимы, чтобы быть успешным, чтобы быть профессионалом своего дела. Ну, я надеюсь, я немножко приоткрыла вам завесу, я не рассказала о бизнесменах, но я думаю, вы по фильмам, там по всем интуитивно представляете, какие деформации личности есть у той или иной профессии. Если вам будет интересно, просто в любом поисковике поищите определенные деформации личности на ту или иную профессию. А на этом все. Всем, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик для уведомления на новые видео, и всем любви, добра и счастья. Пусть все будет хорошо. Пока-пока.